Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на ютубе! Считаю! Раз, два, три! Интересно, а как выглядел бы человек, если его объединили бы с пружинкой? У меня для вас есть ответ. Он выглядел, друзья, примерно так. Как вы понимаете, этот человек пружинка, и наша задача сейчас его, конечно же, нафармить, чтобы он был очень и очень даже большой. Но вот незадача. Перед нами куча вот таких различных препятствий, которые мы вместе с вами должны пройти. Но есть еще тоже, ребятоньки, одно но. Из-за того, что человек пружинка, он постоянно пружинит туда-сюда. Смотрите, как его волохает. А нам нужно как-то здесь вот так брать и аккуратненько проходить вот эти щелочки. Но видим то, что пока что мы проходим очень даже неплохо. Тут, к сожалению, нам придется, ребятоньки, потерпеть поражение, потому что слишком было низко. Ну ладно, здесь мы, ребятоньки, ювелирненько проходим. И в итоге остается нам, естественно, преодолеть вот вот эти крутилки и пару вот таких каких-то фигурок из Тетриса. Блин, капец! Вы это видите? В конце у нас реально очень и очень даже жесткий тест, и в итоге мы его вместе с вами прошли. Я, честно говоря, думал то, что мы точно врежемся в препятствия. Ну а я приветствую всех и каждого в игрушке под названием Spring Man Run. Мы сейчас продолжаем, конечно же, прокачивать нашего чувачка. Пока что я вижу то, что у нас такой средненький размер, и ничего себе! Вот это да, друзья! Нам попались только что жесткие пилы. В прошлом раунде, как мы помним, мы таких не видели. Ну ладно, окей. Сейчас мы здесь, конечно же, потеряем небольшое количество пружинок, но будем набирать дальше. Блин, был бы какой-нибудь прикольный вариант того, чтобы мы смогли успокаивать нашего паренька. Потому что я, смотрите, друзья, беру заранее нашу траекторию, и, естественно, потом уже попадаю вот в эти маленькие щелочки. О, кстати, смотрите, друзья, я заметил одну прикольную особенность. Если мы отпускаем и сразу зажимаем, то у нас наш паренек не начинает вот так колыбаться в разные стороны. И это, на самом деле, очень и очень даже крутой лайфхак. Я думаю, с помощью него мы пройдем вместе с вами, ну реально, очень и очень даже много уровней. Главное, естественно, не попасться еще вот сюда, но, как вы видели, назло, ребятоньки, попался. Ладно, все-таки это только начало третьего уровня. Видим то, что он еще очень и очень даже длинный, поэтому я думаю, мы вместе с вами будем справляться очень даже неплохо. Вот видим то, что у нас, смотрите, крутилки такие, и мы просто мастерски их прошли. Вот это да, парень, у тебя точно талант. Остается еще вот эту штучку пройти, но не без потерь, конечно же. Ну и, естественно, друзья, вот этот жесткий узенький зигзаг. Блин, капец. Честно говоря, до сих пор не верится, что мы его прошли, но в итоге остается нам, ребятоньки, по мелочи. А именно, пройти через вот эти узенькие штучки. О, смотрите, это, в принципе, очень даже удачно прошлась. Ну и остается, конечно же, еще потерять здесь небольшое количество наших пружинок. В итоге, друзья, таким составом мы доходим до финиша третьего уровня. В принципе, мы на том же результате. Но мне все-таки очень даже хочется побить наш рекорд, поэтому я буду стараться уже это делать на четвертом уровне. Хотя, сам уровень мне этого особо не дает сделать, потому что мы только что вмазались и потеряли наш позвоночник. Кстати, вы заметили то, что у нас здесь растет в основном именно спина? Конечно, конечности тоже у нас немножечко удлиняются, но именно размеры все-таки на спине. Ну ладно, давайте тогда сейчас, естественно, сконцентрируемся вот здесь, потому что тут нам надо аккуратненько пройти эту штучку. И капец, это было очень даже рискованно, но мы вроде, ребятоньки, аккуратненько ее прошли. О, я, кстати, уже вижу финишную прямую, очень и очень даже хорошо. Остается нам, конечно же, опять-таки пройти спокойненько вот эти крутилочки. Хорошо то, что они на довольно-таки неплохом расстоянии находятся, и это нам позволяет, друзья, как раз-таки сохранить нашу массу. Ну что, ребятоньки, вы готовы? Я думаю, то, что мы сейчас пройдем, и да, видим то, что очень даже ювелирно, очень на грани, но мы вместе с вами это сделали. Ну и, как вы понимаете, четвертый уровень у нас был, наверное, рекордным, потому что чувачок действительно получился очень даже большим. Я сейчас вам хочу предложить эксперимент. А что, если мы сейчас вместе с вами сделаем самого короткого паренька и дойдем до финиша? И вообще, сможем ли мы до него дойти? Пока что я вижу то, что мы очень даже неплохо вместе с вами проходим, даже мы не касаемся пил. Это, на самом деле, очень даже неплохой такой карт-бланш. Ну а пока что мы, естественно, тут немножечко теряем нашу массу, ну и потихонечку выполняем нашу миссию. А именно, становимся очень даже маленькими. Вы просто посмотрите, я как будто какой-то карапуз. Ладно, сейчас тогда здесь еще пройдем. И я заметил то, что от маленького размера у нас много преимуществ. А именно, мы спокойненько проходим через вот вот эти трещины, даже несмотря на то, что нам надо контролировать наш позвоночник. Ну ладно, мы в итоге выходим на пятый финишный уровень. И в итоге у нас вот такая маленькая очень даже эволюция. Ну ладно, эксперименты в сторону. Сейчас будем, конечно же, опять-таки работать на результат. У нас уже шестой уровень, я имею вот такую средненькую эволюцию и, конечно же, очень дребезжащего паренька. Блин, как жалко, что он постоянно туда-сюда мотается. Видимо, в этом и сложность данной игрушки. Ну ладно, я думаю, мы вместе с вами обязательно с этим справимся. О, смотрите, очень даже похожий зигзаг. Сейчас мы тогда, конечно же, уже на опыте его проходим. И остается нам, естественно, туда-сюда вот так мотаться и очень даже сильно наклоняться, как примерно вот сейчас делает у нас паренек. Делает он, на самом деле, друзья, очень даже весело это. Ну ладно, видим то, что нам здесь опять-таки очень даже вынужденно приходится тратить наши пружинки и выходить на финишную прямую вот с таким результатом. Это, кстати, тоже около рекордный прогресс. Но я хотел бы вообще, ребятоньки, очень даже длинного чувачка, вот чтобы он доставал до этого смеющегося смайлика. Ну ладно, надеюсь на то, что седьмой уровень нам в этом поможет. Нас тут сразу встречают вот такие очень острые пилы. Хорошо то, что они, ребятоньки, не двигаются. Поэтому мы вместе с вами спокойненько с ними справились. Ну и, естественно, побираем, побираем наши вот вот эти пружиночки. Меня радует то, что их очень даже тут много. И смогу ли я одним разом две взять? Да, смотрите, вроде бы получилось. Может быть, даже и три в следующий раз попробуем. Но это когда, ребятоньки, будет хороший момент. А пока что видим то, что моментов хороших у нас крайне мало. Смотрите, мы теряем и теряем нашу высоту. Я, конечно, на такой не договаривался, игрушка. Давай-ка мне сейчас помогай, чтобы я хорошо прошел. О, смотрите, зигзаги, в принципе, в виде вот таких корутилок. Мы вместе с вами проходим очень даже спокойно. Давайте тогда сейчас соберем еще здесь пружиночки. И получится у меня сразу две собрать. О, смотрите, друзья, вроде получилось. Все, мы вместе с вами в итоге имеем вот такую очень даже длинненькую эволюцию. Вроде мы даже побили рекорд, потому что все-таки видно, что парень длиннее. Но дойти до смайлика, ну, это действительно очень даже сложная задача. Играя в эту игру, я понял только одно. То, что тут надо очень даже хорошо дефать вот вот эти колебания. Если мы сразу же начнем их вот так, опа, она блокировать, то мы, в принципе, очень даже неплохо будем держать нашу эволюцию. Но это, друзья, нужно немножечко потренироваться. Поэтому сейчас буду, конечно же, копить наш опыт, чтобы уже, естественно, играть как профессионал в данной игрушке, как читер. О, смотрите, взяли, только что очень даже неплохо прошли. Хотя я вроде останавливаю наши колебания, но все равно мы чуть-чуть дотеряем нашу массу. Все-таки это еще связано с тем, что тут надо как-то контролировать еще наши руки, потому что они именно как раз-таки и теряют наши пружинки. Ну и что же, ребятоньки, а девятый уровень у нас сейчас будет финальный, мега крутой. Я надеюсь на то, что мы вместе с вами сейчас очень даже жестко прокачаемся. Ну и давайте смотреть, получится или нет. Пока что я собрал достаточно неплохое количество пружинок и еще ни одной не потерял. О, видим то, что у нас как раз-таки появились уже новенькие крутилочки. Опять-таки различные препятствия и много и много пружинок на пути. Вот единственное, как вот эту штучку проходить. Я просто, ребятоньки, начинаю влево отводить чувачка и даже не вижу, что с ним, жив он там или нет. Ну ладно, остается, конечно же, еще вот вот эти штучки под наклоном пройти. В этом, в принципе, у нас нет никаких, конечно же, проблем. И я все-таки понял, чем выше мы вместе с вами становимся, тем меньше у нас вероятность того, что мы вместе с вами попадем в какую-нибудь вот такую щелку. Ну ладно, в итоге остается нам собрать еще две пружинки на финалочку и выходить на девятый уровень с такой высотой. Ну а на этом, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите продолжения, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну и, конечно же, наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok